А расскажите, что вы от нее ожидали и как она сошла, что вам нравилось, что вам не нравилось и вот ваше впечатление послеигровое. Хотел сказать для начала, что это был дебют для нашей команды, молодой. Ребята все у нас фактически стартовали во второй лиге. Очень мало ребят, которые прошли уровень второй лиги, в основном из дублирующих составов или не играли вообще, то есть играли на КФК. Для них это новый уровень и сыграть в первом туре с такой опытной командой, как Торпеда Владимировна. Для нас это тоже большой опыт, необходимый для дальнейшего участия в турнире. Нам необходимо сыграть несколько игр, чтобы почувствовать уровень, чтобы ребята начали играть гораздо продуктивнее. И стали прибавлять это игре к игре. И здесь я не хотел бы сгущать краски. То есть даже при счете 0-3 все равно ребята старались играть в футбол, атаковать. Да, были ошибки, немалые ошибки. И, конечно, итог матча он закономерен. Но мы будем стараться исправлять те недостатки, которые были в этой игре. И от игры к игре прибавлять в качестве, улучшать командные действия. Ну и естественно, что игроки, все-таки ребята молодые, у нас костяк команда, 19-20 лет. Для них сейчас мотивация большая на этом уровне заиграть. Они тоже, мы их сейчас после игры стараемся поддержать, что трагедии никакой не происходит. И поэтому я думаю, что дальнейшие игры, они для нас должны складываться лучше. А как ребята сейчас в раздевалке встретили вот такой итог? То есть они сосредоточены или там наоборот? Ну, в раздевалке, я бы не хотел говорить о раздевалках, потому что это наше личное дело внутри командное. Естественно, что ребята не могут быть довольны отрицательным результатом. Пропустили многовато все-таки голов. Счет, конечно, если бы проиграли минимально, не так было обидно. Но, с другой стороны, это объективная сейчас реальность, где нам нужно усиливать, как игроков в атакующих действиях, чтобы забивать, нужно атаковать, нужно создавать больше ворот соперника. Сегодня этого было маловато. Ну, естественно, что нагрузка большая на защитников сейчас постоянно выпадает. Из-за того, что нападение не сыграло на должном усиле. Абсолютно верно. У нас такой небольшой дисбаланс у меня произошел, чтобы мы не смогли сыграть агрессивно в атаке. Естественно, нагрузка большая была на защитную линию. Здесь, конечно, тяжело было. У нас молодые ребята. Еще опыта не хватает сыграть надежно. Поэтому здесь, я считаю, что, конечно, трагедии нет. Будем стараться улучшать. Ну, я думаю, какие-то выводы для себя сделали. И сейчас, как раз, уже со следующей игры начнете улучшать какие-то компоненты игры. Да, мы уже знаем результаты. Знаем, что команда, которая к нам следующая приезжает, текстильщик, ставит самые высокие задачи. Знаем, что команда опытная, играющая и тем интереснее. Никого мы не собираемся бояться или там заранее проигрывать кому-то. То есть будем биться в каждой игре, будем стараться улучшать результат.